Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 31 января По народному месяцу слову Афанасий Ломонос В этот день христиане чтут память святителя и патриарха Афанасия Великого Александрийского Жил в конце 3-го, начале 4-го веков Холодна зима российская, а батюшка январь, уходя, свой последний день на земле Особыми морозами отмечает, афанасьевскими, которые, как говорят в народе, шуток шутить не любят Согласно приметам, метель зацеловывает человека, морозит, валит с ног Отсюда и одно из названий – Афанасий Ломонос То есть люди ломают, обмораживают в этот день лица Так что пришел Афанасий Ломонос, береги щеки и нос Но как бы ни суров был январь напоследок, а прежней силы ему не вернуть Да и мороз лишь ленивых за нос хватает, а перед проворными шапку снимает Говорили люди, этим замечая, что в холодную погоду стоит побольше двигаться Пережили крещенские холода, перетерпим и афанасьевские Да и не в них дело, когда по деревням ведьм гоняют, зная, что для этого им лишь день в году отпущен В народе верили, что в афанасьевские морозы ведьмы летают на шабаш и там теряют голову от излишнего веселья Возвращаясь, они намеренно вредят людям Поэтому в этот день следовало изгонять нечистую силу из жилищ К нечистой силе причисляли не только ведьм, но и колдунов Изначально слово колдун не содержало отрицательного образа Колдуном называли человека, совершающего обряд или священное действие возле небольшой возвышенности – дуньи Впоследствии значение слов колдун, колдунья, ведьма, ведьмак было перевернуто до наоборот Чтобы извратить древний смысл и забыть об истинных значениях этих понятий Ведьмак – человек, использующий свою силу в соответствии с сияющей божественной мудростью, то есть ведающий маг Среди людей издавна сложилось понимание Если древние знания применяются во благо людей и мира – это белая магия А если для порабощения, подчинения и получения личной выгоды – это черная магия И тогда ее исполнители становятся слугами темной стороны мироздания А кто же такие ведьмы? С некоторых пор ведьма воспринимается большинством персонажем более отрицательным, чем положительным Как утверждают специалисты, всех ведьм, когда-либо практиковавших, можно разделить на две группы – рожденных таковыми и научившихся Прирожденные ведьмы сильнее, ведь их способности были заложены до их рождения Как правило, дар передается по женской линии через несколько поколений Ученые же ведьмы, по заверениям тех же специалистов, обычно становятся на темный путь Они получают свои силы после взаимодействия с нечистым и заключения с ним договора Такие женщины пылко желают заполучить знания и свои способности проявляют в наведении наговоров и порчи на людей и животных А было ли такое разграничение изначально? С древности ведьма – это ведущая мать, от слов веда – знания и мать, то есть мудрая, родившая детей женщина Она использует знания, данные ей по роду, во благо, помогает находить выход из сложных обстоятельств, исцеляет людей, обучает девочек своему мастерству, передавая им необходимые по жизни знания Ведущая женщина всегда видит первопричину проблемы Она знает все и обо всем Она умеет пользоваться дарами природы и извлекать максимальную пользу из любого предмета Ведущая супруга никогда не допустит болезни или проблем Она всегда сумеет вовремя направить мысли домочадцев в нужное русло Проведет обряд, улучшающий благосостояние семьи Или приготовит отвар, чтобы избавиться от болезней Ведьмы, ведущие – это в первую очередь тонко чувствующие женщины Мужчина, находящийся рядом с ней, никогда не испытает душевных метаний Ему никогда не придет в голову заводить любовницу Ведь самая яркая, интересная и страстная женщина уже находится рядом с ним Чего же еще можно желать? Откуда же черпают свои знания ведьмы? Где собраны воедино все тайны устройства мира? Главный источник сакральных тайн, глубочайших истин – это знания, переданные нам от наших предков А им – от их родичей, сохранивших и передавших эти веды, знания, породу Это некий свод жизненных правил, поконов, установленных с древних времен И они не имеют прямого отношения ни к одной из религий В те далекие от нас времена мужчины предпочитали брать в жены женщин, ведающих, знающих мироздание, чувствующих его и способных с ним взаимодействовать Ведущие матери и бабушки обучали дочерей и внучек всему, что знали сами Открывали тайны ритуалов и взаимодействия с природой Так кто же они, женщины, наделенные особенными знаниями, которые всегда манили и пугали Кто же они, ведьмы сегодняшнего дня А ведьмы, как они были ведущими, знающими и соблюдающими законы природы, жизни, совести, так ими и остались А те, которые называют себя ведьмами, не соблюдая при этом законов природы, жизни, совести, таковыми не являются А имя им одно – нечисть, которая живет только тем, что питается негативом и болью Становясь жесточе, сильнее, злее и хитрее к окружающим ее То есть становится одним целым с миром темной Нави Во времена, когда существовали и ведущие, светлые, использующие по праве свое знание И темные, использующие это знание для личной выгоды и во зло другим А люди перестали жить по законам своих предков и понимать окружающую их природу То есть стали невеждами Нашлись силы, которые в них зародили страх перед всем неведомым И тогда стерлась из их памяти граница между темным и светлым Между веданием и чаромутием А с невеждами можно делать что угодно Славяне, будьте любящими, мудрыми, чистыми сердцем, здравыми, сильными, ведающими Наблюдая за миром, можно увидеть и познать как большое, так и малое Все пригодится А потому не забывайте за погодой наблюдать и примечать Если вороны летают и кружат стаями, это к еще большему морозу Круг вокруг солнца или месяца – к морозам Сережки у луны – к пурге и морозу День выдался в южном, ранней весны ждать не стоит Солнце в полдень, весна будет раннее Вода в реках убывает, жди сухого и жаркого лета И добавляли Холода предвещал и громко гудящий самовар Кстати, стужу воспринимали без негатива Считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая Братья-месяцы Братья-месяцы